Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб, муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Далимов. Здравствуйте. Снегопад в 63-м регионе побил рекорд 1960 года. Что нужно, чтобы привести Самару в порядок? Как заставить управляющей компанией ЭТСЖ убирать дворы и внутри дворовые проезды? Где будут организованы парковки автомобилей после перекрытия улицы Галактионовской? В нашей студии Елена Бондаренко, глава Ленинского, внутри городского района, городского округа Самары. Елена Юрьевна, добрый вечер. Рад вас видеть. Спасибо. И хочу начать программу с самого, наверное, на сегодняшний день актуального. Это снегопады. Даже не снегопад, а снегопады, которые вот последний месяц мы наблюдаем. Побит рекорд 1960 года. Говорят, что мы приблизились к рекорду, если я не ошибаюсь, 2008 года. Вот по вашей оценке, что нужно сделать для того, чтобы привести в порядок район, да ну и в целом город? Для начала я, конечно, скажу о том, что действительно в Самарской области в связи с обильными снегопадами был объявлен оранжевый уровень опасности. И действительно в январе выпало 167% от нормы снега. А за первые дни февраля, в первые дни снегопада выпало 107% от месячной нормы. Действительно снега выпало огромное количество. И по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в каждом муниципальном образовании, в том числе и в Ленинском районе, был создан штаб по устранению последствий снегопадов. Я прошу прощения, вот скажите, а штаб, вот это эффективная вещь? Потому что многие на самом деле к этому относятся, говорят, вот мы любим. Вот это действительно необходимо его создавать? Действительно необходимо, подтверждаю. Потому что вот такие аномальные ситуации, они требуют ручного управления. Потому что, безусловно, прямого управления всеми службами. Поэтому в штаб вошли как работники администрации, которые относятся к сфере ЖКХ, и, соответственно, я как глава района, так и руководители управляющей компанией, ТСЖ, коммунальных служб, департамент городского хозяйства для эффективного взаимодействия. Потому что действительно очень много вопросов, которые надо было координировать и организовывать. Нужно было поднимать и управляющие компании, и технику контролировать, которая выходит на линию, и организовывать работы в двухсменном режиме. А также организовывать вот субботник и воскресник с тем, чтобы вот к понедельнику, к рабочему дню подготовить максимально район. Чтобы люди, выйдя из своих подъездов, могли пройти до транспорта, до своих машин, до общественного транспорта и прибыться на работу. Что и было обеспечено. Конечно, ситуация очень сложная. Она и на сегодня сложная. Потому что при всем том, что на сегодняшний день во дворах процент очистки у нас составляет по механизированной 82%, ручной 92%, то есть это выходы из подъездов и проезды внутридворовые. Вместе с тем, еще есть проблемы у нас. Проблемы какие? Связанные со снежными шапками, сосульками. То есть по кровлям еще ситуация остается напряженная. Это мы отдельно как бы обсудим кровля. Да, отдельно обсудим. Поэтому работа еще продолжается. И у нас осуществляется контроль. Контроль, самое главное еще в работе штаба, это то, что все работы, помимо того, что они организуются и координируются, еще осуществляется ежедневный контроль и мониторинг. При этом контроль осуществляется несколькими органами. Это и непосредственно муниципальные жилищные контроли администрации района, и муниципальное предприятие ГАТИ, и представитель надзорных органов, прокуратура ГЖИ Самарской области принимает участие в контроле и мониторинге. Все вместе мы мониторим, контролируем ситуацию, поправляем тех, кто ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по уборке содержания своих территорий. В частности, вот только за последние дни было выявлено 58 нарушений нами, 37 нарушений были управляющими компаниями ТСЖ устранены, а по остальным, вот у нас 19 нарушителей есть, по которым мы рассмотрели административные дела, протоколы составлены, будут штрафы. А какие штрафы, какая сумма примерно устранена? Там в отношении должностных лиц до 30 тысяч штрафы, да, приличные штрафы. О чем подумать? Да, есть о чем подумать. Как я всегда говорю, что экономически выгоднее предотвратить нарушения, чем его допустить. И оплачивать потом. И оплачивать потом, да. Потому что и все равно придется потом ведь... Потом все равно придется его устранять, да, и поэтому экономически выгодно работать как положено. Вот вы сказали, субботники и воскресники были, а будут еще субботники и воскресники? Какие планируете? Ну, потому что работы-то много, на самом деле. Во-первых, я хотела рассказать о субботнике, который прошел, и воскреснике. Поблагодарить всех участников. У нас вот субботники, которые прошел на территории Ленинского района, принимали участие и представители управляющих компаний, и представители администрации районов, управляющие микрорайонов, депутаты и жители. Я вот благодарна всем, кто вышел и помог очистить район от снега. Потому что действительно, каждые руки на вес золота. Снег очень тяжелый, его очень много. Я сама тоже принимала участие, сама ощутила на себе, как это непросто. И самое главное, сколько надо рук рабочих для того, чтобы расчистить каждую дорожку пешеходную. Конечно, сожалею о том, что вот у нас не вышли многие владельцы автомашин и не почистили хотя бы вот под своими автотранспортными средствами. И вокруг. И вокруг. Потому что хотя бы если эта задача была выполнена, тоже было бы гораздо легче. А то у нас получалось, что управляющие компании техникой прочищали проезды. И вот я наблюдала тоже, были случаи, когда после этого выходили автовладельцы и снег из-под своей машины опять перекладывали на дорогу. Да, ну порядка не будет в таком случае. И вот в субботу тоже я хотела отметить, в субботнике у нас были факты, когда вот депутат наш Нурсафин Денис Рафаевич Ленинского района, он трактор сам предоставил на субботник, прочищал улицу Пушкина, прочищал территорию возле областной стоматологической поликлиники. Приняли участие у нас еще и пивзавод. Они тоже своей техникой расчищали тротуары, прилегающие к предприятию. Есть у нас еще застройщик Хугаев Алан, тоже большая благодарность за то, что предоставлял и погрузчик, и самосвалы. Поэтому я надеюсь, что вот это партнерство и сотрудничество, оно будет продолжаться. И в предстоящие вот субботники, воскресники, я думаю, они все равно будут. Потому что действительно ситуация очень сложная, и еще много надо сделать. Я надеюсь, что больше людей будет выходить, принимать участие, и тогда мы действительно всем миром справимся с этой проблемой. А вот если, кстати, говорить вот об этом, ну, скажем так, о тех работах, которые еще не сделаны. То есть понятно, что сделаны сейчас неотложные работы. Нужно расширять дороги. Я сейчас поясню. Брошенные машины. Что сейчас выполнялось приоритетно, вот исходя из действительно вот такой глобальной проблемы? Приоритетно расчищались проезды к социальным объектам, к детским садам, к школам, к почтовым отделениям, к магазинам, чтобы не было вот у нас проблем с доставкой продуктов. Расчищались в первую очередь за дорожниками остановочные павильоны, перекрестки, пешеходные переходы. А сегодня уличная дорожная сеть в первую очередь, да, чтобы проезд транспорта обеспечен. Сегодня уже мы понимаем, что проблема глобальная – это тротуары. Вот прям предусмотрительный вопрос тротуара. Действительно, да, тротуары требуют очистки. Мы это понимаем. Сейчас вот мобилизуются все тоже силы и городом, я знаю, мобилизуются силы, и привлекается дополнительная техника для того, чтобы прочистить тротуары. Мы тоже по этой теме сегодня работаем, поэтому я надеюсь, что тоже будут тротуары отработаны в ближайшее время. У вас есть еще… Да, я еще поясню по поводу парковок. Действительно, вот вы затронули актуальную схему, то, что при расчистке проезжей части дорог, к сожалению, мешает автотранспорт. Вот. Мы пытались разными путями с этой задачей справляться. И в предыдущие годы мы и развешивали объявления, и на подъездах в ближайших домах, и на самих автомобилях. Приглашали ГИБДД представителей с тем, чтобы убирать машины по возможности, которые препятствуют уборке машин. Сегодня у нас новые эффективные взаимодействия, сотрудничество появилось. Мы благодарны общественности, у нас есть авто Самары, которые сами вышли на меня через соцсети, с предложением, с хэштегом «Чистим Ленинский» публиковать планы на вечернюю очистку дорог адресно. И с тем, чтобы распространять эту информацию среди жителей города и автолюбителей, чтобы они на период уборки, вот вечерней, ночной, парковали машины на другой территории. И вы знаете, появился эффект. Действительно, я не ожидала. Это тоже большой ресурс оказался. Я благодарна общественникам нашим, которые придумали эту замечательную идею. Кроме того, я благодарна за эффективное взаимодействие прокуратуре района, прокуратуре города, которые тоже подключились с точки зрения взаимодействия к этому процессу. Они нам помогли тоже привлечь к очистке дорог ГИБДД. И у нас сейчас действительно практически каждую ночь, когда чистим по благоустройству дороги, активно участвуют ГИБДД. Есть даже эвакуатор. И там, где требуется, будут решаться вопросы по перестановке машин. Я также хотела бы попросить, обратить внимание жителей, автолюбителей, смотреть знаки. Потому что на многих дорогах установлены знаки, где парковаться нельзя, нечетные дни, все-таки соблюдать правила. Потому что от этого тоже зависит эффективность очистки дорог. Они, собственно, для этого и придуманы, эти знаки. Они для этого и придуманы, да. Поэтому здесь действительно очень важно, чтобы каждый человек хотя бы этим действием принял участие в очистке города от снега. Потому что действительно это очень большая сложная работа. Ну да, хотя бы сложнее ее не делал. Да, не усложнять ее хотя бы. Я предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет и затем продолжим нашу беседу. Для расчистки дорог Самара от снега только минувшей ночью задействовали 267 единиц техники, 120 из которых самосвалы. Их количество увеличили за счет собственной техники предприятий и подрядчиков. На смену вышли более 100 дорожных рабочих. В разных районах города организовали 7 площадок для временного складирования снежных масс, что позволило профильным службам выбрать места для транспортировки. Дорожные службы должны распределить вывоз снега с уличной дорожной сети таким образом, чтобы плечо было минимальное и количество самосвалов выполнило максимальное количество рейсов на снежной площадке. Специалистами нашего учреждения осуществляется ежедневный контроль как в дневное, так и в ночное время. В ночное время стоят задачи по расчистке дорог, по расширению проезжей части и вывозу снега. Также стоят задачи по расчистке парковочных карманов, тротуаров и остановок общественного транспорта. Особое внимание уделили дорогам, по которым движется общественный транспорт. Расчистили подходы к подъездам и социальным учреждениям. Сейчас убираем улицу Галактионскую, вот полевой в сторону Льва Толстого. За полтора часа работы с начала смены вывезли уже 4 самосвала. Первый, который грузился, уже вернулся и грузится по новой. Люди дорабатывают за погрузчиком где-то, что погрузчик не может взять. И также идут по остановкам, пешеходным переходам, очищают их. Также следят за состоянием тротуаров. На Галактионовской их расчистили почти до плитки. В отдельных локациях внесены противогололедные реагенты. На улице Арцебушевской, отремонтированной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», задействовали другой вид техники. Здесь использовали снегопогрузчик. Из-за специфики работы специалисты назвали его «золотые ручки». Применение такой техники оборудовано на прямых участках дорог. Если на других участках снег сначала собирают в кучу и только потом с помощью ковша грузят в самосвал, то здесь цикл работ максимально сокращен. После формирования валов погрузка в самосвала происходит автоматически через транспортер. Таким образом можно в максимально короткие сроки расчистить целую улицу. Труд дорожных рабочих не остался незамеченным и для автомобилистов. Руслан Старченко часто едет в исторический центр города по работе. Говорит, на заснеженных дорогах движения и парковка затруднены. И своевременность уборки крайне важна. Из-за того, что закрыли Галлотеоновскую, на Арсебуржевской стало намного больше машин. То есть пропускная способность из-за того, что почистили, намного больше станет. И спокойно можно будет ездить. С территории городского округа уже вывезено свыше 100 тысяч тонн снега. Его доставляют на площадки для временного складирования. В Самаре есть четыре муниципальные. В поселке Козелки, на улице Лунной, в районе БТЦ и на улице Прожекторной. Общей вместимостью свыше 900 тысяч тонн. Кроме того, для оперативного и бесперебойного вывоза снега с территории уличной дорожной сети и мест общего пользования скверов, аллеи и бульваров в рамках заключенных муниципальных контрактов дополнительно приемка снега проводится на трех частных площадках. На улице Вологодской, в поселке Шмидт и на территории завода Тарасова. Их общая вместимость – порядка 400 тысяч тонн. Площадки все имеют у нас твердое водонепроницаемое покрытие. В летний период, поскольку площадка имеет водонепроницаемое покрытие, то все снежно-ледяные массы в основном под действием положительных температур выпариваются. В весенний и летний период на данных площадках будут выполняться мероприятия по рекультивации земель. Также будет производиться сбор бытового мусора, который в последующем будет утилизироваться на специальных полигонах. Ирина Юрьевна, итак, вывоз снега – тоже важнейшая история, потому что снег можно убрать, но оставлять его нельзя, потому что его очень много. В какие сроки должны убирать? Куда мы видели увозят? Ну, вот давайте тоже по снегу, потому что снег на самом деле у нас образуется и во дворах, и на уличной дорожной сети, и здесь есть нюансы. Есть нормативные документы, которые определяют сроки очистки уличной дорожной сети, и там зависит от категории дорог, в свою очередь категория дорог зависит от интенсивности. И там прописаны часы, в какое время это должно быть сделано. Но это для нормальной, обычной ситуации, в которой аномальные осадки не относятся, потому что реально количество снега запредельное выпало. Вместе с тем, с уличной дорожной сети весь снег должен быть вывезен. И он будет вывезен в ближайшее время и с тротуаров, и с уличной дорожной сети. Что касается дворов, то здесь регламент определяет 444-е решение Думы городского округа Самарской области, которое гласит о том, что при очистке снега во дворах допускается складирование снега на газонах, либо на иных территориях, но чтобы не было препятствия проходу граждан и проезду автотранспорта. На практике, как вы знаете, у нас в исторической части района дворы небольшие, и есть проблемы со складированием снега. Поэтому, да, и здесь еще необходимо учитывать о том, что в 290-е постановление правительства Российской Федерации, которая определяет минимальный перечень работ по обслуживанию общедомового имущества, многоквартирных домов, такой вид работ, как вывоз снега, не предусмотрен. То есть предусмотрена расчистка территории и сдвигание снега на доступные места для складирования. Поэтому в каждом конкретном случае, в каждом дворе сами собственники помещения, многоквартирных домов принимают решение о том, с какой периодичностью и целесообразностью вывоза снега. Потому что, повторюсь, везде ситуация, она разная, индивидуальная. У нас есть дворы, где можно спокойно складировать снег, и он может всю зиму до весны лежать, никого не беспокоить. А есть дворы, где все-таки требуется вывоз. На сегодняшний день вот у нас управляющие компании и ТСЖ вывезли 600 метров кубических снега уже со своих территорий, со дворов. И силами МБУ Сахтоп мы вывезли с незакрепленных территорий более 450 метров кубических снега. Работа эта будет продолжаться, поэтому я надеюсь, что традиционно вот к паводку будет обеспечена минимизация вот этих вот снежных куч с тем, чтобы не было затоплений подвалов и не было проблем с отведением вот ливневых стоков. А вообще в целом, вот как вы оцениваете работу управляющих компаний ТСЖ по расчистке и при необходимости вывозу? Вы знаете, вот практика показала вот работы штаба и периоды отработки этого снегопада, устранения последствий. У нас есть свои герои среди управляющих компаний. Это те, кто действительно не считаясь со временем в две смены, и механизаторы работали, и дворники работали, и руководители компании, действительно вот с душой отнеслись вот к этой ситуации и обеспечили вот такую работу. И это не одна компания. Вот отрадно, что действительно многие вот активно отработали. Но, к сожалению, есть и те, кто отработал не так, как бы хотелось. Вот поэтому и появились вот эти вот акты, и будут приняты меры административного воздействия. Реагенты, еще одна интересная тема важная, они необходимы для того, чтобы бороться со льдом, которое, ну, к сожалению, очень часто возникает. Но иногда их кидают в снег. Такое тоже вот наблюдал. Вот какие стандарты, куда жалуются? Потому что после этого, ну, откровенно говоря, идти не очень удобно, то есть снег начинает таять, и непонятно, что получается. Ну, конечно, вот если вы видите проблемы на уличной дорожной сети, это на тротуарах... Да, про тротуары говорю, да. То это, конечно, надо в департамент городского хозяйства и экологии, администрации городского корпуса Мэра, как заказчику на выполнение этих работ. То есть это вот туда? Да, но насколько я же все время в контакте, буквально каждый день, я не кабинетный работник, а зачастую вот я вижу, я же сама принимаю участие во всех процессах. Я вижу, что иногда даже просишь, но... Посыпь? Посыпь. Нет, Елена Юрьевна, нельзя. Вот строго по нормативу. То есть я знаю, что вот наш дорожный участок очень четко и строго соблюдает нормативы обработки ПГМ. За что им огромное спасибо. Ну, а если возникают какие-то вопросы, то вот обращаться нужно в департамент. И теперь давайте по крышам поговорим, потому что когда снега много, появляются проблемы с крышами, особенно если начинаются оттепели. Итак, что в этом году происходит? Крыши – это боль нашего района и вообще исторической части города. У нас из 1154 многоквартирных домов 993 имеют скатные кровли. Это 81%. Это те, которые нужно чистить, проще говоря. Да, их надо по технологии чистить. И на сегодняшний день по итогам вот той работы, которая была проведена по расчистке, на сегодняшний день 550 кровель отработано, 251 на крови не требует очистки, а 132 кровли – это переходит вот на конец дня сегодня вот для последующей отработки. Но беда-то в том, что у нас процессы все равно перманентные, потому что даже очистив сегодня кровлю, при следующем снегопаде мы получаем ту же проблему. И беда еще в том, что там, где у нас скатные кровли, большая часть домов, более 660 – это дома ветхие и аварийные. Поэтому там еще и сама кровля такая, что не всегда даже можно выдержать очистку. Поэтому там вот тоже требуется автогидроподъемник, как правило. А с автогидроподъемником расчищать каждую кровлю – это несколько часов нужно. Поэтому, конечно, проблемы есть. Но, безусловно, мы обеспечиваем отработку всех кровель. Мониторинг ведется ежедневно. Самые опасные участки мы заставляем огораживать лентой для того, чтобы обеспечить безопасность. Но и заставляем в кратчайшие сроки у управляющей организации отрабатывать. Тоже здесь не все так хорошо, не все так гладко, но будем добиваться, чтобы безопасность жителей была обеспечена. Есть у нас также в этом году в связи с обильными снегопадами факты, когда вот шапки и сосульки образуются и на отдельно стоящих объектах, где есть владельцы. То есть не на много квартирных домах, а иные объекты. Здесь мы тоже связываемся с собственниками этих объектов и заставляем их тоже чистить своевременно свои крыши. Я предлагаю поговорить теперь о другой теме. Это строительство метрополитена. Тоже тема важная, сложная. Она коснется непосредственно вашего района. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет, а затем продолжим беседу. Хорошо. С началом строительства новой станции Самарского метро движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской ограничили. Татьяна Савельчева больше 30 лет живет в этом квартале. Говорит, обеспокоена тем, как будет организовано движение машин скорой медицинской помощи полиции и МЧС в случае возникновения внештатных ситуаций. Сначала, когда ставили вот эти блоки, сделали узенький проход, мы не могли заехать. Но попросили, убрали один блок, заехали. И нас интересует, как будет проходить вот тут дорога, если закроют на Галактионовскую выход, а собираются на Самарскую, там узкие везде проходы. Вот это волнует больше всего. В ходе осмотра территории специалисты определили несколько точек, где можно организовать альтернативные въезды. Однако план потребует внести изменения в расположение уже существующего газопровода, который может помешать въезду крупногабаритного транспорта. Для того, чтобы жители близлежащих домов смогли без проблем парковать автомобили и заезжать на территорию квартала, со стороны улицы Самарской районной администрации будет проведена беседа с собственниками земельных участков, которые прилегают к данной территории. Елена Юрьевна, итак, вот строительство новой станции метро. Проезды и парковки где будут организованы и как будут организованы? Как только у нас появились первые обращения жителей по вопросу, связанному с обеспечением прохода беспрепятственного и транспорта к домам жителей, которые расположены в этом квартале, мы сразу же собрали на территории совместную встречу, на которой присутствовали жители, представители администрации района, УКС, Минстроя Самарской области, ГИБДД и других уполномоченных органов и организаций. Да, был подрядчик строительства метро. Был составлен протокол, буквально прошли, посмотрели каждый проход, каким образом обеспечить, составили план мероприятий, который предусматривал и увеличение проходов, проездов, где-то были спилены аварийные деревья, которые были, препятствовали, где-то были, убрали блоки, заборы, абсолютно согласовали все действия и решения со всеми владельцами объектов на территории, благодарны всем владельцам, которые откликнулись и правильно отреагировали на решение этих проблем. На сегодняшний день у нас протокольные все поручения выполнены. И осталась у нас одна задача на сегодняшний день – это организация парковки с временным покрытием асфальтобетонной крошки, что будет сделано у нас, как только наступит позволительный температурный режим весной. Сейчас транспорт жителей паркуется на снегу, будет организована благоустроенная площадка. Ну что ж, ну то есть таким образом проблема, скажем так, временная вот эта проблема, она будет решена, я бы так сказал. Она уже сейчас в основном решена и будет решаться. Если будут возникать еще проблемы, мы самым оперативным образом откликнемся и решим. Вот сейчас у нас так взаимодействие организовано с Министерством строительства Самарской области. Как только нам ставят задачи, связанные вот с отработкой, с владельцами помещениями у квартирных домов, мы сразу это все организуем и все решаем. Потому что это самая актуальная задача, и мы должны ее обеспечить метро, и это жизнь города. Согласен. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Желаю вам терпения в вашей нелегкой работе. Спасибо. Потому что это необходимо. Спасибо большое. Напоминаю, в нашей студии была Елена Бондаренко, глава Ленинского внутри городского района, городского округа Самара. Удачи в делах, берегите себя. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин